Более опустело. На небе редкие облака. Ничто не нарушает тишины раннего утра. Все готово к испытаниям. До взрыва осталось 3 секунды. 2 секунды. 1 секунда. Взрыв! 29 августа 1949 года на Семипалатинском полигоне прогремел первый взрыв мощностью 22 килотонны. Никто из жителей близлежащих аулов не был эвакуирован. Люди выходили из домов, чтобы посмотреть на ядерный гриф. Сейчас берег Сыздыков в больнице. Ему далеко за 30, но рядом с ним всегда находится мама. Они жили в Знаменке, в селе, который находится совсем недалеко от ядерного полигона. Берег – восьмой ребенок в семье. В больнице его лечат бесплатно, как жертву ядерных испытаний. У Сыздыковых нет собственного жилья. Уже много лет они стоят в очереди на получение квадратных метров. Я же стою в очереди. Моя очередь как раз в апреле. Ходила, чтобы поставить отметку. Я попросила, чтобы мне дали однокомнатную квартиру в аренду. Мне и моему сыну. До этого в прошлом году обещали выдать. Вот уже исполнился год, как мы стоим в очереди. Никакого толка от этого. У вас на первом стиле, он рожен барабан. Я же, как ты не рысь. Его не заманишь. Мальчик-муравей Никита Бочкарев свою историю рассказал всему миру благодаря интернету. У него церебральный паралич. С помощью специального устройства на шлеме Никита пишет стихи и общается в соцсетях. Недавно женился. Со своей избранницей Юлией Казаковой они познакомились в интернете. Свадьбу сыграли в Алматы. Правда, живут молодожены в разных государствах. Были бы деньги, как говорится, да хоть на Луну. Все только в деньги упирается. У нас их такой возможности нету, даже чтобы уехать в Россию. Или Юли бы сюда перебраться. Тоже нету возможности. Они там-то снимают квартиру, живут на квартире. Никита и его семья давно уже не надеются на помощь государства. Им помогают неравнодушные люди. Раньше были определенные льготы. Сегодня нефтяной Казахстан доплачивает Никите аж 2000 тенге. Были льготы у нас на лекарства бесплатно. Телефон был 50%, свет 50%, проезд у нас был бесплатный. Если в частном доме живешь, то там уголь давался, я не помню, сколько это тонн, как говорится. Потом в итоге все это убрали и сделали дотацию в размере 2000 тенге. Ну, там небольшие копейки. И вот на протяжении всего-всего этого времени, со всеми инфляциями, со всеми на то, что везде все дорожает, эта сумма остается неизменной до сих пор. Никиту Бочкарева физически полноценные чиновники не считают пострадавшим от полигона. Он, как многие другие дети и взрослые инвалиды, живет в семье. Это 130 километров от опытного поля. По логике государства, значит, радиация тут ни при чем. Не каждый водитель согласен ехать в Курчатов и сегодня. Никто не верит, что это безопасно. Порой кажется, закрытый город физика Курчатова сам пережил ядерный удар. Отсюда управляли всеми взрывами. После закрытия полигона Курчатов опустел. Люди, побросав дома, уехали в поисках лучшей жизни. Остались те, кому некуда было ехать. Нынешние курчатовцы приспособились здесь жить. Ну, уже мы привыкли. Мы матчем жили раньше. А там же? Уже это слышали. Ну, кругом совхозы закрылись, поэтому все собирались куда-то, это в город, куда-то, это в отручь, в поладах. И все разъехали с матчей. А тоже пенсионеры. На общем фоне здание Национального ядерного центра смотрится все реалистично. Директор Института радиационной безопасности и экологии Сергей Лукашенко просит четко различать тех, кто был облучен, и тех, кто относит себя к пострадавшим только потому, что живет недалеко от полигона. Жертвами радиации, по его словам, могут называться лишь те, кто родился с 49 по 62 годы. Тогда проводились наземные и воздушные испытания. Последующие болезни, мутации, врожденные пороки он с полигоном не связывает. Нет никаких научных обоснований для того, чтобы говорить, что генетические нарушения передаются поколениям. Раз. Это базар, извините. Второе, относительно того, что у нас мутанты. Во-первых, для мутантов нужны дозы гораздо более высокие. Как противовес, словам Сергея Лукашенко, официальная статистика. Продолжительность жизни в восточном регионе на 7 лет меньше, чем в остальном Казахстане. Почти полтора миллиона человек так или иначе ощутили на себе последствия взрывов. Да, безусловно, на территории Симпалатинского полигона есть места, которые не нужно посещать. При этом, отмечая, что мест ужасно страшно опасных, на которые бы вы пришли, и вы получили мгновенно какой-то эффект, их нет в принципе здесь. Их вообще. То есть ходить по территории полигона можно. Для достоверности он предлагает самим побывать на опытном поле, там, где непосредственно взрывали ядерные бомбы. За 40 лет на Симпалатинском ядерном полигоне прогремело 456 взрывов. Местные жители стали не только невольными зрителями, но и подопытными кроликами. Ведь в те времена никто не знал, каких последствий можно ожидать. Это сейчас эти земли пытаются изучать, очищать и даже использовать в сельском хозяйстве. Сейчас постоянный сигнал, то есть высокий уровень радиации. Счетчик Гегера именно здесь просто зашкаливает. Неудивительно, это эпицентр самого первого взрыва. Долго находиться здесь не рекомендуется. Полигона Александр Машков давно не боится. Главное соблюдать технику личной безопасности. Тут на опытном поле он и его коллеги работают вахтовым методом по две недели. Вообще, в действительности загрязненная площадь из 18 тысяч квадратных километров, там процентов может 5 максимум. А остальное можно осваивать запросто. Это просто условные границы. Там в свое время кто-то начертил этот полигон и все. Запросто осваивать земли полигона, естественно, никто не разрешит. Сейчас специалисты опытным путем пытаются понять, можно ли в будущем использовать эти земли под сельхознужды. Тимур Кожаханов показывает нам экспериментальный дачный участок. Здесь выращивают кукурузу, картофель, свеклу, зерновые культуры. Урожай идет на корм свиньям и кроликам. Первые результаты, которые мы получили по эксперименту, показывают, что именно в плодах, в зерне у нас накапливается радионуклидов, меньше всего в сравнении в целом с растениями. То есть в корнях, листьях, стеблях. И концентрации там не превышают именно санитарных требований. Сергей Лукашенко, часть земель полигона, хоть сейчас готов отдать в руки агрария. Уверен, что пахать и сеять здесь не только можно, но и уже нужно. Вопрос лишь в том, кто из чиновников возьмет на себя такую ответственность и даст отмашку. Понимаете, вы когда скажете «можно», вы берете на себя ответственность. И весь Казахстан, все зеленые, все пострадавшие, все «ух! И на тебя!» Вот он, наш враг. Мы думали так, а он говорит так. Это же большая психологическая нагрузка. Для меня нет. Я человек устойчивый. На въезде в Курчатов огромный баннер. Наш лидер – инициатор ядерного разоружения. Наголетняя фишка официальной Астаны – получить заветную Нобелевскую премию мира за закрытие Семипалатинского ядерного полигона. Но есть нестыковка в датах. Испытания были прекращены 20 мая 1990 года решением Верховного совета Казахской ССР. А Нурсултан Абишевич аналогичный указ подписал спустя квартал 29 августа 1991 года. Вспоминает видный государственный деятель Серебалсин Абдильдин. Всегда убеждаюсь способностей Назарбаева отворачивать и обманывать людей. Во-первых, Казахстан ни в одном документе в мире и в Союзе не числится КАЗ, как республикой, располагающей ядерным арсеналом. Советский Союз размещал эти боеголовки на нашей территории. Боеголовки уничтожены были совместными усилиями России и Америки. А вот сейчас Назарбаев мутит всем память и голову, что он добровольно от собственности Казахстана избавился, ликвидировал. По Гамбургскому счету, в берегу Сыздыкову, Никите Бочкареву и тысячам других пострадавших неважно, кого благодарить за закрытие полигона. Они и так заплатили своим здоровьем и покалеченными судьбами за варварскую политику советского государства. Они, граждане Казахстана, живут, порой даже вопреки социально ориентированной политике правительства.